Решение, принятое в Великобритании, сейчас активно обсуждают все политические лидеры. Главное, что оценивают, конечно, последствия для стран, которые остаются в ЕС и для Союза, как единого игрока на мировой арене. И тут оценки разнятся. Есть мнение, что прошедший референдум может вызвать цепную реакцию, и тогда развала ЕС не избежать. Поступить к примеру Лондона уже призывают во Франции. Сожалеют о том, что британцы вышли из Евросоюза за океаном. В США в этом видят большую ошибку. Мнение и оценки собрал Григорий Емельянов. Они явно ждали не этого. Европейские лидеры комментируют Brexit, сверяясь с текстом. Но это, очевидно, не тот текст, что они готовились прочитать этим утром. Признание провала дается с трудом. Последствия этого шага в ближайшие дни, недели, месяцы и годы будут зависеть от того, сумеем ли мы, 27 стран-членов Евросоюза, сделать быстрые и правильные выводы из нынешней ситуации. Иначе британский референдум лишь приведет к дальнейшему разделению Европы. Британцы проголосовали за выход из ЕС. Это болезненный выбор, и мне глубоко жаль и Великобританию, и Евросоюз. Но выбор сделан, и мы должны его уважать. Европа не будет прежней, и люди ждут, что мы подтвердим приверженность ее ценностям, свободе, толерантности, миру. Слишком заметно. Все эти призывы подтвердить приверженность и сделать выводы, лишь попытка скрыть растерянность. Никто не ждал, что Brexit станет явью. Не секрет, что мы желали другого исхода вчерашнего референдума. Я полностью осознаю, насколько политически важен и даже драматичен этот момент. Невозможно предсказать все политические последствия этого события, особенно для Великобритании. Но, безусловно, это не повод для истерик. Хочу всех заверить, что и к такому негативному сценарию мы были готовы. Как вы знаете, над Евросоюзом не всегда светит солнце. Последние несколько лет самые тяжелые в истории ЕС. Это правда. Но я всегда помню слова отца. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Дональд Туск, председатель Европейского совета, сейчас пытается подбирать выражения и говорить о том, что, мол, Европа станет еще крепче. Ну, конечно, станет крепче. Позовите вместо Великобритании Украину, и Евросоюз станет гораздо крепче. Это такая хорошая мина при плохой игре. Слушаешь еврочиновников, и создается впечатление, что они старательно обходят в своих выступлениях один тревожащий их момент. Журналисты же говорят без обиняков. Brexit породил страхи развала ЕС. С точки зрения лидеров стран ЕС, такой исход референдума порождает страх дальнейшей дезинтеграции. Голосование показало способ покинуть ЕС, которым, возможно, захотят воспользоваться национально ориентированные политики в Нидерландах, Франции и еще где бы то ни было. И в этой связи заявление европейских политиков о том, что в их отношениях с Лондоном мало что изменится, выглядит то ли как сверхнаивность, то ли как самоуспокоение. Хочу подчеркнуть, что в отношениях между Европейским Союзом и Соединенным Королевством ничего не изменится. Соглашения в ЕС, связи, свобода передвижения работников, товаров, капиталов, права граждан ЕС практически во всех аспектах все это остается в силе. Вериться с трудом, ведь это же главный кошмар Брюсселя. Фактически сказать странам ЕС, выходите и вам за это ничего не будет. По логике, еврочиновники никогда такого не допустят. Впрочем, ЕС уже явно не тот, что был раньше. Евросоюз, который до этого времени только расширялся, который всем презентовал такую концепцию очень привлекательного и эффективного объединения, который на своих рекламных буклетах всем рисовал картинки якобы того, что все страны хотят только вступить в Евросоюз, теперь встал перед серьезной проблемой. Политики в Брюсселе не хотят слышать голос народа. Посмотрите, референдум в Голландии по поводу выхода Украины, референдум в Великобритании по поводу выхода из ЕС, в обоих случаях отрицательный ответ. То есть не тот ответ, который хотела бы услышать брюссельская бюрократия. Проблема всего Союза — отсутствие сильных лидеров. Они ведь даже на Брекзит жестко отреагировать не смогли. Брюссельские органы управления превратились в санатории для политиков, часто невостребованных на родине. Канцлер Германии, главная сила ЕС, оставляет без последствий возмутительнейший скандал с прослушкой ее телефона американскими спецслужбами. Дэвид Кэмерон попытался стать субъектом большой политики, говорил с Брюсселем с позиции сильного, да что там, с позиции шантажиста. Он ведь и референдум этот инициировал, чтобы выторговать для Британии побольше привилегий. Но в итоге просчитался. Очень жаль, что Дэвид Кэмерон перекладывает на того, кто будет премьером после него, всю эту историю с выходом из ЕС. Это ответственность Кэмерона. Он инициировал этот референдум. Он вынес внутрипартийный конфликт на уровень всего британского общества. Ему бы и искать способ, как быстро провести в жизнь последствия собственных решений. Конечно, референдум закончится вашим поражением, если вы на протяжении 10 лет будете ставить себя в оппозицию остальной Европе. Очень трудно выиграть в таких условиях. Что нам всем нужно вынести из этой истории, так это необходимость лучше разъяснять нашим гражданам европейские перспективы. Но удастся ли внятно объяснить, например, немцам, почему они и впредь должны кормить слабые экономики на периферии Европы или хлынувших к ним мигрантов? Если со своими аутсайдерами еще как-то можно разобраться, миграционная волна выходит в таких переломилах, ребят верблюдах. Ключевую роль о том, как проголосовали британцы на этом референдуме, сыграл вопрос мигрантов. Население Великобритании пыталось найти решение, как противостоять этой проблеме, как сделать так, чтобы их жизнь по-прежнему оставалась в их руках. И вот они приняли такое решение. Я считаю, это очень поучительно. Если Брюссель действительно обеспокоен происходящим, он должен больше прислушиваться голосу народов ЕС. Вот главный урок референдума. А ведь тот же Орбан об этом уже говорил, еще до болезненного урока. Говорили и европейские права, о которых в ЕС принято считать маргиналами такой издержкой демократии. Теперь правы и торжествуют. Для всех патриотов, для всех, кто любит свободу, это радостный день. Это не Европа умирает, это разваливается Евросоюз. Подобно референдуму о будущем Франции в ЕС, демократическая необходимость. Французы имеют право выбрать путь свободы, который вернет стране полный суверенитет. Сейчас уже звучат голоса. В Голландии нам нужен НЕГЗИТ, во Франции нам нужен ФРЕКЗИТ, в Италии Лига Севера, и в Германии альтернатива для Германии. Тоже объективный процесс. Дело в том, что в определенном смысле вот эти евроскептические настроения, это протест против космополитического эстеблишмента. Барак Обама уже заявил, что уважает мнение британцев и намерен сохранить особые отношения США и Соединенного Королевства. Хотя разочарование Белого дома очевидно. Лондон был ценным агентом влияния в ЕС. Обама специально приезжал в апреле, агитировал британцев остаться в Евросоюзе. Выходит напрасно. А вот Дональд Трамп доволен. Он сейчас в Шотландии, которая, кстати, голосовала против Брекзита. Решение британцев Трамп назвал фантастическим. Они вернули себе контроль над страной, сказал он. Григорий Емельянов, В Лондоне сегодня звучали и рассуждения на тему, что решение британцев якобы выгодно России. Британский МИД усмотрел в происходящем, как это называют, руку Москвы. Глава российской дипломатии отказался это даже комментировать. На вопрос журналистов Сергей Лавров так и ответил. Медицинского образования не получал, поэтому медицинские случаи не комментирую. Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова